На Саровские соревнования по ножевому бою и фехтованию съезжаются участники со всей страны. Москвич Дмитрий Веригин выступает на этом турнире больше 10 лет. Говорит, что именно в Сарове соревноваться ему нравится больше всего. И здесь Дмитрий чувствует себя как дома. У нас рядом людей, мы знакомы с 96-го года. Поездки сюда мне очень понравились, зарекомендовали просто. Замечательный тихий город, достопримечательности, радушная обстановка, хорошие встречи. Всем участникам турнира предстояло пройти два испытания – ножевой бой и фехтование исторической саблей. Чтобы обыграть соперника, спортсмену необходимо нанести серию результативных ударов либо в корпус, либо в голову. Каждый бой длится до пяти очков. Здесь у нас идут отборочные бои сначала. То есть участники разбиваются на пары, и дальше выходит один из участников. Ну и так доходит до финала, когда остаются три человека, которые уже, наверное, будут биться между собой. Перед выходом на ринг каждому участнику организаторы объясняют правила боя, выдают необходимое снаряжение и напоминают о технике безопасности. Несмотря на то, что турнир проходит в дружеской атмосфере, все спортсмены настроены только на победу. Противник все-таки он не какой-то конкретный человек. Все-таки противник, и лица не видно. И в принципе, сразу... Ну, недолго помнишь про то, что он знакомый. По итогам турнира сильнейшим на живом бою стал Всеволод Елисеев в дуэльном фехтовании Василий Киселев. Победителей наградили дипломами и подарочными сертификатами. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.